Вместо мяча – клюшка, вместо зрелищных гладиаторских боев – зрелищные бои на ледовой арене. Образ хоккеиста-гладиатора воплотила барнаульская команда художников-иллюстраторов. Картина ключевая на выставке «Хоккей как искусство» и единственная, написанная реальными людьми. Образы на остальных фотополотнах сгенерировал искусственный интеллект. Я, конечно же, душой приветствую художников и я очень люблю классическую живопись и мастерство. Сотворенное именно руками человека. Но, используя искусственный интеллект, я понимаю, что вариации событий и вариации идей наш человеческий мозг не может столько обработать. И взять какую-то идею, да, это здорово, совместно использовать это как инструмент оказалось тоже очень круто. Художники нейросеть сработали в тандеме. Выставка поделена на несколько тематических залов. В первом – юморные картины с вымышленными хоккеистами, да еще и в обыденной жизни. Во втором – портреты с реальными алтайскими спортсменами. Вот, допустим, Свечников. Ну, наш знаменитый игрок, который начинал играть еще в детстве в Алтайском крае, потом уехал в Новокузнецк, в Кемеровскую область, потом из Кемеровской области уже там Москва. А вот его тренер первый, Владимир Николаевич Николаев, ну, так сказать, наверное, самый главный тренер нашего Алтайского края, но, во всяком случае, самый узнаваемый, почитаемый, который сейчас работает вообще в Китае. Организаторы выставки Федерации Алтайского хоккея и руководство арт-галереи говорят, что экспозиции еще больше добавят популярности алтайскому хоккею. Идея возникновения выставки, она возникла на катке. На катке, когда ребята играют, включаешься в игру, ты понимаешь, что это действительно искусство. Но наша задача, как Федерации хоккея, все-таки привлекать ребят, привлекать всех болельщиков, желающих. Чем больше людей вовлекается в хоккей, тем будет лучше. А художников мы взяли как пример, как их устами, их глазами, я бы даже сказала, показать, насколько он прекрасен, что это действительно искусство. Посетить спортивную выставку может любой желающий в арт-галерее «Кот». Экспозиция работает до 16 ноября. А у вас, как у президента, есть желание привезти сюда малышей, мальчишек, которые только-только начинают? Будет экскурсия для них? Обязательно будет, конечно, для этого выставка-то и вообще есть. Каждый, который войдет сюда, он должен выбрать для себя, кем он будет в хоккее. Болельщиком, любителем, может, профессионалом, а может быть, станет вообще частью этого хоккея, и хоккей станет вообще целью его жизни. Тут, в общем, без вариантов, да, без вариантов. Надо любить хоккей, все тут. Мы в хоккее. Елена Кузовкина, Владислав Ковалев. День с толком.